В минувшие праздничные выходные на пожарах в Мордовии пострадали трое детей. Один из них скончался. Первое возгорание произошло 21 февраля в пятиэтажном жилом доме. В 13 часов 55 минут по системе 112 поступило сообщение о том, что по адресу Чамзинский район, населенный пункт Комсомольский, первый микрорайон, дом 31, происходит возгорание квартиры на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Пожарную службу вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Спасателям они сообщили, что двое детей 10 и 11 лет находятся в горящей квартире. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, попасть в квартиру через входную дверь было невозможно из-за сильного задымления. Детей пришлось эвакуировать через окно. На момент возникновения пожара дома они находились одни. Получивших термические ожоги 18 и 22% тела детей госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Похожий случай произошел спустя двое суток в Рузаевке. 24 февраля в час ночи в доме номер 13 на улице Тургенева в огне погиб 10-летний мальчик. Его 6-летнему брату и родителям удалось спастись. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение части жилого дома открытым пламенем. В результате пожара повреждено строение жилого дома на площади 40 квадратных метров. Ликвидировать пожар полностью сотрудникам МЧС удалось спустя час. Следственный комитет Мордовии по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В качестве основных версий рассматривается неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем при курении. По предварительной информации следователей, семья погибшего школьника на учете в органах системы профилактики не состоит. Детская смерть была не единственной на пожарах в Мордовии за последние дни. В воскресенье в Саранске при разборе сгоревших конструкций дома пожарные нашли тело пенсионера. В 20 часов 47 минут в пожарно-спасательную службу города Саранск поступило сообщение о пожаре по адресу улица Некрасова, дом 8, квартира 2, в хозяйстве женщины 1965 года рождения. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри дома. В результате пожара уничтожена квартира номер 2 в двухквартирном жилом доме на площади 20 квадратных метров. Погиб один человек, мужчина 1946 года рождения, дядя хозяйки квартиры. Почти все пожары очевидцы заметили слишком поздно, и это позволило огню очень быстро распространяться. Так могло быть и в Елге утром 21 февраля, если бы не бдительность экипажа ДПС. Инспекторы Максим Лазарев и Руслан Солдатов ночью заметили серый дым на одной из улиц пригородного поселка. Патруль решил проверить свои опасения. При прибытии на место обнаружили, что происходит возгорание на дворных построек частного сектора. Я незамедлительно стал будить хозяев, а напарник, вызвав пожарную охрану, приступил к тушению пожара. Очаг возгорания находился в бане. С помощью ведер, лопаты, снега общими усилиями возгорание внутри бани было потушено и до жилого дома не добралось. Хозяева поблагодарили полицейских и пригласили в гости, как только устранят последствия пожара. Как-нибудь заезжайте. Ладно, ладно. Всего доброго. Число пожаров, как показывает статистика, в Мордовии продолжает расти. Больше на них гибнет и людей. Сотрудники спасательного ведомства настоятельно рекомендуют устанавливать в жилых помещениях средства раннего обнаружения и тушения пожаров. Автономный извещатель и огнетушитель помогут своевременно обнаружить и экупировать угрозу большого возгорания. Анастасия Семышева, программа происшествия.